Уважаемые присутствующие, друзья, профессор Андрей Иванович Кудриченко, которого мы с вами не так давно слышали, была предпринята попытка осветить события на юно-западе Российской империи, на территории современной Украины, вперед Отечественной войны 1812 года. Мы с вами немного сместим акценты и перевестимся по географической карте и наше внимание будет приковано к новороссийскому краю, который существенно отличался как от малороссийских земель, так и от великоросских центральных губерний России. Отечественная война 1812 года показала огромное количество образцов, которые стали примерами мужества. Я буду говорить о Баркларе, о Багратионе, о других полководцах, о гордости России. Современные российские СМИ в своих роликах постоянно говорят о тваге Раевского и его сыновей. Но война это не только яркие и красивые образцы патриотизма. Это реальная действительность с ее трудностями, с проявлением высокого и низкого, с любовью к родине. Именно о том, как это реагировало на события 1812 года населения новороссийского края, мы с вами и поговорим. Еще накануне войны, 13 мая 1812 года, генерал Александр Первый военному министру пишет следующее, цитирует. Известно вам, что настоящим обстоятельством принял я нужным сформировать из реку последнего набора 12 полков. 8 пехотных, 4 еперских полка. При формировании новых полков, естественно, нужны будут штаб обер-офицеры для занятия соответствующих званий. Я возлагаю на вас поручить от имени моего начальникам губернии до войны употребиста ранее их приглашать на военное время. Сокращая вот это так вот. Таким образом, военное министерство спускает эту директиву. И вот уже мы на двери архива правонарной республики Крым видим следующее. Таврическому гражданскому губернатору, управляющему Крымской соленой экспедиции Андрею Михайловичу Бороздинув. Этот приказ был спущен. Этот приказ также был направлен городничим крупным городом региона. От Перекопского городничего сообщалось, что к 10 июня 1812 года список желающих состоял из трех человек. То есть три человека по территории Таврической губернии. А Таврическая губерния, напомню, это не только Крым, но еще и три уезда за Перекопом, которые сейчас составляют территорию современной Курсанской области. Вот только три человека откликнулось. Баршисарайские, Керчьи, Гитальские полицминистры сообщали, что, цитирую, по весьма малому числу, здесь таковых чиновников никто на то за всеми моими стараниями желание не изъявил. Таким образом, в том же Севастополе нашелся только один штаб-капитан Павлову. Павлову выдали браконные деньги на берушеки до Костровы, где собирались ополченцы. Ну, что касается напорта других организаций, там говорилось следующее, что никто себя не признал к продолжению военной службы способным. Остановимся немного на этом. Вот, например, полковник Тривогин в отставке отказывался отступления вновь на службу по состоянию здоровья. Цитирую, вновь вступить в продолжение военной службы не могу. Отказывал Ешельничек по имеющимся у меня от прежней воинской службы болезням на военную службу вступить не могу. Отказывал колечесого СССР-Вейса. Я долго посчитал, как продолжает эту императорскую велическую военную службу, имею грудную болезнь, через которую не в силах более продолжить ее. Ну, некоторые ссылались на неназрение глазами, некоторые на слабость и на лета. Таким образом, можно говорить о том, что на территории Таврической губернии отставные офицеры на просьбу, на приказ Александра Первого практически не откликнулись. 6 июля 1812 года, то есть уже во время военных действий, во время вторжения и вази на премьерную территорию Российской империи, Александр Первый издает манифест с призывом о создании ополчения. При всей твердой надежде на храброе наше военство полагаем мы на необходимо нужное собрать внутри государства новые силы, которые наносят его ужас врагу, составляют вторую ограду потребления первой силы в защиту домов, жен, детей и каждого. Вот этот манифест стал основанием для действий уже новороссийского генерала-губернатора Дюра де Ришелье. Ришелье 28 июля в зале Одесского клуба обратился с плавной речью ко всем засловиям Одессы, не только Одессы, но и Новороссийского края на русском языке. И сделал сам первое пожертвование в размере 4 тысяч рублей. Что касается территории современной Украины, то в планы Наполеона входила декомпозиция, территориальная декомпозиция. Ну а что касается Крыма и Северного Причерноморья, то в планы Наполеона входило передать, возвратить вновь эти земли в атаманской порте. Вот на царский манифест дворянство уже во время военных действий откликнулось и откликнулось совершенно иначе, нежели на первый документ, о котором я вам говорил. И уже 29 июля 1812 года Таврическая благородная дворянца на общем собрании в городе Симферополе постановила, цитировать, «всякого дворянина орудия носить могущего сегодня считать отечественными ранниками, и всякому из них по первому позыву идти для обороны отечества вооруженными». Притекая к изучению, к цитированию пистолетного жанра, можем найти следующий документ. 5 августа 1812 года градоначальник Феодосии Симон Михайлович Браневский откликается на письмо Бородина, в котором говорилось о необходимости действий. Уже на следующий день Феодосийцы, говорит об этом Браневский, волю императора, приказ императора исполняет. Вот, цитирую Браневского, «Жительствующий в Феодосии отставной капитан Дмитрий Маркатов, будучи одушевленным сердием и ревностью в защите отечества против врагов в российские пределы в Торшусе, вышел ко мне с просьбой, и Маркатов смог собрать до 144 ополченцев, которые служили, могли бы служить Российской империей. Что касается других действий, дворянные уезды в Таврической губернии, которые находились за перекопом Днепровского уезда, сверх пожертвования финансами, которые составляли до 40 тысяч рублей, определяли поставить вратники своих крестьян по 3 человека от сотни. Радники от дворян должны были быть поставлены не позднее 1 сентября 1812 года. Однако, между тем, 18 июля 1812 года Новороссийская и некоторые другие губернии были освобождены от поставки ополченцев. Решено было с этих южных регионов России только набирать рекрута, посвященную рекрунский набор. Вот рекрунский набор, и плюс еще денежное пожертвование дворян. То есть от такового дворянского ополчения и на дворянском ополчении был поставлен крест. Миндобольские дворяне пожертвовали 38 тысяч 700 рублей. Что касается дворянского хрунских уездов, то было пожертвовано до 40 тысяч рублей. 10 августа 1712 года Кайнасийский городоначальник известил губернатора относительно денежных взносов. Эти денежные взносы были различными. Вот, к примеру, весьма показательным в этом отношении был поступок однопоя святосинцев. Он писал с чувством радости и восхищения о великодушном поступке поселянина из Харьковской губернии. Дело в том, что по крымским архивам в основном тогда по этническому принципу не делили. Русские ли это, малоросцы ли украинцы. А в основном указывалась исключительно этническая принадлежность. Поэтому мы говорим о поселении трезинец из Харьковской губернии Матвей Безрукови, который имел 12 пар молот и жил в Пятгосте исключительно за счет перевозки в Тяжести, потому что город был портовый. Этот патриот добровольно жертвовал практически всем на пользу отечеству. Эти сицы в едином парламере откликнулись на призыва помощи отечеству в трудный час. И сумма пожертвований была различна. Если говорить все вам о губернии, то, к примеру, сам губернатор Бороздин пожертвовал 5 тысяч рублей. Предводитель дворянства Шигулин, который, к слову сказать, в своей земле и вене в районе современного железнодорожного вокзала в Симферополе. Это место называется в Симферополе, все знают, что он называется. Шигулина роща. Вот Шигулин жертвует 200 рублей. Таким образом, нужно говорить о том, что жители Новороссийского края были охвачены этим высоким патриотическим парламем. Но можно говорить о том, что территорию юга Украины на тот период простигло еще одно испытание, кроме войны 1812 года. Это испытание было связано прежде всего с эпидемией чумы, которая вспыхала в Феодосии, потом перекинулась на близбежащие населенные пункты вплоть до Салхата Салхата современный Старый Крым. Ну и уже, соответственно, в рапорте о рекрунском наборе на имя князя Куранина сообщалось, когда все приготовления к производству всего набора были уже сделаны, в городе Феодосии открылась заразительная болезнь. Случай с ней навел сомнения на весь Крым. Поэтому говорить о рекрунских наборах с августа, а точнее с 21 августа 1812 года не приходится. Необходимо было культурировать эпидемию, которая могла стать еще одной, еще одним испытанием, еще одной проблемой для гиджернаторов южно-российских земель. И вот в данном случае леодосийские чиновники, в том числе и известные общественные дети для Крыма и Новороссии Иван Иванович Жанн Драгерон предпринимают все меры для того, чтобы остановить эпидемию чумы. Эпидемия чумы была остановлена, несмотря на то, что болезнь внесла только в Крыму более полу тысячи человек. Но все-таки она сорвала вот эти вот военные мероприятия. Что касается других аспектов, необходимо отметить, что меры по Рейхутскому набору в основном теперь проводились на территории Екатеринаславской губернии и север Новороссийского края в плане Рейхутского набора вынес на себе основные его тягости. Таким образом, хочется сказать следующее завершение. Находясь в стороне военной честь, металлическая губерния, между тем, очень пострадала в результате следующих фактов. Первое. Холодной зимы, которая затронула и юг, в том числе и Крым. Не урожая, которые затронули прежде всего территорию современной Херсонской области, тогдашних трех задней эпохи Куьетов Таллической губернии. И плюс еще чумы. Но несмотря на это, крымчане смогли в плане финансово существенно помочь Российской империи. Сумма пожертвований в целом, у Новороссии составила более 400 тысяч рублей. Достаточно большая цена. И упомянутый воин Ришелье, который посетил Крым перед отъездом на Венский конгресс, был поражен, увиден, поражен тем, в каком состоянии находятся эти недавно приобретенные во имени Викторина II земли. Обращается с просьбой к императру Александру I помочь Краю, что и было сделано высочайшими указами от 10 марта и 30 августа. Государство достойно благодарило своих подданных за принесенные страдания, за проявленный патриотизм, самопожертвования в легкое до Отечества времени. Ну и в завершении, в качестве такой ремарки для размышления, хочу сказать следующее, меня это поразило. Работая с архивами Устаномной Республики Крым, работая с архивом Крестовской области, областным архивом, вот во всех документах, во всех документах региональных на партикулярном уровне, нигде, ни разу имя Наполеона не было употреблено. Все это заменялось словами супостат, неприятен, в силу сложных обстоятельств, но конкретно именно о Наполеоне нигде не говорилось. Спасибо за внимание.